Участники, полюбившиеся многим уникальной выставки под названием «Хлам-арт» не перестают удивлять кунгуряков. Сегодня члены компетентного жюри подвели итоги очередного этапа в конкурсе на самую необычную экспозицию. Традиционные жители города и района уверены, что многим старым вещам и еще не место на свалке впечатлили своей изобретательностью и находчивостью. Светлана Ушакова продолжит. На этот раз участники представили на суд жюри бижутерию, украшения, аксессуары для дома и сада. Среди них нарядные серьги, кулоны, часы, картины и даже одежда, а также много других не менее интересных поделок. Порой сложно поверить, что все это сделано из сбросового материала, такого как фантики, полиэтилен, пластиковые бутылки и прочее. Благодаря умелым ручкам сегодня они не просто обрели вторую жизнь, а стали настоящим произведением современного искусства. У жителей Кунгура и Кунгурского района жителей интерес не уменьшается, а увеличивается. Работы все больше и больше становятся и кажется с каждой выставкой, что уже больше нечего придумать, а вновь и вновь новые работы, совершенно с другого материала появляются. А здесь каждая работа изюминка, в каждую работу вкладывается частично противоплавно. На выставке представлены работы как постоянных участников, так и новичков. Один из них пенсионер Александр Буданов. Из более трех сотен поделок немалая часть принадлежит ему. Что удивительно, больше стало людей более взрослого возраста, например, Буданов Александр Владимирович, мужчина-пенсионер, который подставил 11 работ, и каждая из них практически является эксклюзивной и интересной. Мы узнавали, откуда он узнал о выставке, просто случайно из сети интернет. Торжественное награждение при поддержке депутата Кунгурской городской думы Валентины Высоцкой пройдет 3 ноября в 17.30 в стенах центра Досуга Нагорной. И вновь ни один участник не останется без внимания. Кстати, следующая выставка не заставит себя долго ждать. На этот раз участникам предстоит сделать новогодние аксессуары, которые без сомнения станут главным украшением главного праздника года. Светлана Ушакова, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания Кунгур.